Затянули куклевым материалом, кремовым работам присутствуют уже в четверг. Новости с Яной Макаренко. Добрый вечер, это Енисей. Новости в студии Яна Макаренко. Прямо сейчас коротко о главных темах. Мы можем судить, что удар был очень сильный, потому что некоторые сидения просто вырвало. Троих увезли на скорой. Пассажирский автобус врезался в бетонный столб на Октябрьском мосту, кто подрезал маршрутку. Когда мы открыли комнату, мы увидели старую гладильную доску, да, кровяную. Ну и все, что вот на видео, мы это увидели. Кадры не для слабонервных. Красноярские зоозащитники утверждают, что нашли настоящую пыточную для бродячих животных. Врачей как бы жалко, и одновременно, то есть ответственности у людей нет просто в этом отношении. Без совести, без контроля. Почему горожане все чаще срывают режим изоляции, есть ли на них управа. По Енисейску гуляют леса. Рыжие нашествие, дикие лисы разгулялись на улицах Енисейска, что их привело к людям. Итак, пять человек пострадали в аварии с автобусом. Троих увезли на скорой. Маршрутка въехала в столб на Октябрьском мосту. Из-за этого движения на переправе несколько часов было парализовано. Что стало причиной аварии, знает Екатерина Любим. Вот репортаж прямо с места происшествия. Авария на Октябрьском мосту произошла около трех часов дня. И вы только посмотрите, во что превратился автобус сразу после столкновения. Лобовое стекло, оно просто вмято внутрь. Оно хоть и не рассыпалось, но покрылось вот такой вот мелкой сеточкой. Но и левая часть ее тоже, конечно, вогнула. И вот фара ее просто нет. А вот эта вот бордовая Тойота, по предварительной информации ГИБДД, и стала виновником аварии. Точнее, водитель, который сидел за рулем. Как рассказали инспекторы, иномарка повернула со второго ряда и врезалась в автобус. И только потом уже маршрутка въехала в стол. И как нам рассказали сотрудники станции скорой медицинской помощи, в этой аварии пострадали как минимум пять человек. Это водитель автобуса и четверо пассажиров, троим с которых потребовалась госпитализация. Но и мы можем судить, что удар был очень сильный, потому что некоторые сидения просто вырвало. Движение на Октябрьском мосту несколько часов было затруднено. Его регулировали сотрудники ГИБДД. Но сейчас уже ближе к вечеру. Здесь, конечно, стало поспокойнее. Екатерина Любима, Алексей Гусев, Енисей. Новости. Происшествие в филиале Красноярской поликлиники номер 7 на улице Ленина во время установки вентиляции с потолка обвалилась навесная плитка. В это время в коридоре находилось немало пациентов. К счастью, никто из них не пострадал. На вопрос, почему ремонт проводился прямо во время приема больных, в Крымом Минздраве ответили, что участок был отгорожен. Сейчас все рухнувшие детали убрали. Поликлиника работает в штатном режиме. Главному врачу поручили усилить контроль за соблюдением мер безопасности. И страшные кадры из Идринского района опубликовали красноярские зоозащитники. И они утверждают, именно туда отвозит бездомных собак фирма, которая занимается отловом животных. Якобы бродяг там держит в зверских условиях. Операции делают с нарушением санитарных норм. В этой странной истории разбиралась Евгения Шелковникова. Предупреждаю, что следующий материал не для слабонервных. Вот здесь делали операции с собаком. Вот в таких вот условиях. На гладильной доске. Кадры не для слабонервных. Этот медицинский кабинет зоозащитники обнаружили в Идринском районе. Именно в этом заброшенном коровнике, уверяют любители животных, стерилизовали бродячих собак. На грязном столе разложены инструменты и медикаменты. На полу куча окровавленных бинтов и перчаток. Елена Аркашина, которая разыскала эту неприглядную операционную, до сих пор не может прийти в себя. Когда мы открыли комнату, мы увидели старую гладильную доску, да, кровяную. Ну и все, что вот на видео, мы это увидели именно. Там валялись вот эти биологические отходы, внутренности какие-то собачьи. Ну то есть все было вот в эту гору. Бинты. Мое ощущение, это просто стопроцентный отмыв денег на бездом, на безнадзорных животных. Медицинский кабинет, как и весь Идринский пункт передержки собак, принадлежит частной фирме, специализирующейся на отлове безнадзорных животных. Сотрудники организации уверены, эти ужасающие кадры чистой воды провокация со стороны зоозащитников. То, что говорит вот эта женщина, да, оскорбляет меня. Ворвалась сюда, переломала все гонки, перевернула все мусорницы и сфотографировала. Это все неправда. Я бы в жизни так не работала. У нас все стерильное. Инструмент у нас одноразовый. Шприцы у нас одноразовые. Пеленочки чистые мы стелим. Руководство фирмы тоже отрицает все обвинения. Госпожа Аркашина там была, сломала дверь, устоила кавардак, выбросила весь мусор, все это сфотографировала и выбила, как будто мы в такой грязи содержим там собак. Но на самом деле там всегда порядок. Там есть человек, который отвечает за порядок, за корм собак, и за выбор собак, за уборку. В 2020 году компания заключила сразу несколько контрактов на отлов с администрацией Мидринского, Несейского, Березовского районов, а также городов Красноярск и Несейска и Девногорск. У муниципальных заказчиков до сих пор не было претензий к исполнителям. Все в рамках законодательства, все стерильно. Мы сами этих собак своих видели. Видели, как проходит стерилизация, как проходит медицинское обследование собак. Всегда собаки принимаются лично специалистами после отлова. И всегда собаки принимаются лично специалистами в момент выпускания в естественную среду. На чьей стороне правда в этой истории могут установить прокуратура и другие надзорные органы. Но показу о защитнике жалобы никуда не писали. Евгения Шелковникова, Денис Тимошенко, Несей, Новости. Окружили, едва не искусали. Красноярцу пришлось буквально отбиваться от стаи бродячих собак в покровке. Вот как это было. Мужика, блин, в опалу взяли и все. Мужик ничего сделать не может. Вот это, да. Очевидец, снявший вот это видео, любовался видами города с часовни, и как вдруг услышал громкий лай и заметил, как собаки фактически устроили охоту на человека. Судя по всему, банда бродячих псов уже какое-то время преследовала мужчину. Он оказался в окружении как минимум семи особей. Они лаяли и пытались цапнуть его за ноги. Загнанному красноярцу пришлось пятиться назад, пока он не наткнулся на груду камней. Поднял один из них и спугнул животных. И только после этого смог убежать. Местные говорят, что собачий террор в покровке уже давно, но сделать с ним они ничего не могут. И переходим к другим темам. За сутки в Край скончались еще 25 пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19. Заболевших тоже не становится меньше. По последним данным, в регионе 334 новых случаи. Из них 78 в Красноярске. Резкий рост, отмеченный в закрытом Железногорске, там за сутки коронавирус подтвердился у 147 жителей. Это новый антирекорд. Темп прироста, по оценкам специалистов, в регионе составляет 1%. С такими показателями Край занимает девятую строчку по количеству заболевших из 85 регионов России. Ковидом болеет, но карантин срывают. Красноярцы и зараженные, контактные, не соблюдают режим изоляции. Такие сообщения все чаще появляются в социальных сетях. Есть ли у права на нарушителей, кто их контролирует и какое наказание им грозит, узнавала Юлия Чопчиц. Ну, режим изоляции у меня не получилось полностью соблюдать. Ну, потому что, во-первых, в больнице не дозвонишься, и пришлось самому ходить, давать тест. Так как близких родственников нет, а все друзья работают, либо тоже на больничном, приходилось ехать в магазин. И таких нарушителей в Красноярске немало. Сидели бы дома, да не получается. Ситуация в поликлиниках напряженная, врачей машин не хватает, поэтому помогать себе приходится самостоятельно. Но есть и те, кто почему-то просто не хочет ждать дома. Врач приезжает на вызов, а дверь на замке. С такими случаями волонтеры, которые возят ковидные бригады, встречаются несколько раз в день. Да, довольно-таки часто такое происходит. Бывает по три раза за день, бывает один раз, то есть по-разному. Ну, к сожалению, люди у нас вот так вот относятся. Кто-то где-то отдыхает, кто-то где-то за детишками в садик идет. И врачей как бы жалко, и одновременно, то есть ответственности у людей нет просто в этом отношении. Врачи, приезжая на пустые вызовы, теряют драгоценное время, а пациенты, которым экстренно нужна помощь, пытаются их дождаться. Почему люди с диагнозом ковид разгуливают по городу без особой необходимости и распространяют инфекцию? Этот вопрос все чаще звучит в соцсетях. Возмущению нет предела. У соседа жена болеет ковидом уже третью неделю, лежит дома. Совершенно случайно об этом узнал от ковидной бригады, приехавшей делать очередной мазок. При этом он, куча его детей, которые должны вроде изолироваться, постоянно шляются по подъезду и двору. Какие маски, какие перчатки, какая изоляция? И такая ситуация не только в Красноярске, но и в других городах. Наш коллега Александр Ловицкий из Москвы рассказал, что в сад, в который ходит его малыш, водили ребенка, у которого обнаружили коронавирус. И вот полторы недели назад выяснилось, что один из детей с таким насморком заболел ковидом, продолжая ходить в сад. Сотрудники сада приняли необходимые меры и закрыли группу на карантин. Теперь все дети и их родители должны две недели сидеть дома. Мы сидим дома. Соблюдают ли карантин другие? Большой вопрос. Например, в родительском чате пишут, что продолжают водить детей в бассейны, на спортивные секции. Если во время первой волны эпидемии заразившихся и контактных тщательно контролировали, весной Роспотребнадзор вместе с полицией проводили рейды по квартирам, то сейчас очевидно, что как следует за пациентами и живущими рядом с ними никто не следит. Об этом говорят и сами переболевшие. На самом деле нас никто не контролировал. Был единственный звонок, когда мы заболели. Когда я получила положительный результат анализа, спросили, кто со мной проживает в одном помещении, в одной квартире. И все. Больше ни одного звонка, ни одного вопроса не было. Никто нас не контролировал. Мы как добропорядочные и законопослушные граждане соблюдали режим изоляции. Звонит заболевшим Роспотребнадзор. В его обязанности входит лишь предупредить человека об ответственности. Ведь за нарушение самоизоляции грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. У нас такой цели нет. Это не предусмотрено санитарным законодательством. Мы контролировали соблюдение режима изоляции. Это возможно на органы полиции. Для того, чтобы привлечь гражданина, им надо обратиться в полицию. В полиции официальных комментариев пока не дают. Но именно туда, в Роспотребнадзоре, советуют обращаться. Если точно знаешь, что сосед с коронавирусом вышел за хлебушком или повел дитя на кружок. Ну а в общем и целом, соблюдение режима изоляции прежде всего на совести тех, у кого подтвержден COVID-19. Юлия Чёпч, Денис Тимошенко, Павел Пателицын, Енисей. Новости. А вот за соблюдением масочного режима в Красноярске следят куда строже. Далее о выпуске расскажем, чем закончился один из рейдов. В торговом центре города. Вы готовы ко второму сезону телепроекта «Операция красота». Мы объявляем кастинг. Если вам от 18 до 65 лет и вы хотите изменить свою внешность, приходите на кастинг. Пластический хирург Микитин Игорь Львович проведет 12 пластических операций. Участницам стоит лишь позвонить по телефону и записаться на бесплатную консультацию в клинику пластической хирургии и поликлинической медицины по телефону 2-112-113. Аптеки низких цен «Живика» объявляют об открытии аптек на Карамзина 18 в Ужури Кирово 27 и в Назарове Арбузово 92. «Живика» гарантирует низкие цены. Вы в поисках комфортной пары обуви на зимний сезон? Только до конца ноября теплая и удобная обувь Ионесси по лучшим ценам. Пора забыть о холоде и насладиться зимой. Спиши в фирменные магазины Ионесси. Это был единственный выход. Я долго решался и все-таки начал. Это как прыгнуть с парашютом. Иногда нужно посмотреть по сторонам, и тогда ты понимаешь, что ты не один. Это мое дело. Это мое дело. Это мое дело. Это мое дело. Восстановление и улучшение потенции у мужчин. Деликатная гинекология для женщин. Лечение геморроя без боли и операции. Шлифовка рубцов лазером, удаление новообразования кожи, лечение постакне. Вам понравится быть здоровым. Встречайте обновленную программу господдержки на все автомобили «Лада». Льготных условий стало еще больше. При боли в спине и суставах. Адрес помощи. Улица Баграда, 132. Диагностика. Блокирование боли с использованием ультразвуковой навигации. Лечение грыж протрузии без операции. Комплекс процедур для здоровья позвоночника от команды профессионалов. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому. На Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна. А это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. На каждый день и для особого случая. Коллекции украшений, где каждый найдет что-то для себя или в подарок самому близкому. От классики ювелирной моды до эксклюзивных изделий из золота, серебра и платины. Фирменный магазин «Золотая цепь». Собрание драгоценных премьер от известных брендов и производителей. Это Енисей новости. Мы продолжаем десятки штрафов в одном торговом центре. Красноярские полицейские сегодня ловили нарушителей масочного режима. Как-то было, расскажет Ильин Сенкевич. Предупреждений больше не будет. Штраф за штрафом выписывают тем, кто не соблюдает масочный режим. Радуют, что нарушителей единицы. И те, увидев полицейских, торопятся достать повязку из кармана. За здоровье, за красноярство переживаю, за всех. За детей, в первую очередь. Мой всем совет, чтобы носили маски с собой, про запас раздавали там. И сами носили. Администрация торгового центра для полицейских выделила отдельный кабинет. С его появлением посетители стали спокойнее. Были и конфликты, и нам приходилось нажимать и тревожные кнопки, и вызывать сюда наряды. Потому что наших полномочий недостаточно. Соответственно, когда мы начинали вести разъяснительную беседу, люди просто разворачивались. Уходили, кто-то психовал, кто-то там ругался. Ну, реакция была совершенно разная. Из-за халатности и безалаперности самих жителей больных становится только больше. В итоге масочный режим продлили еще на год. Чтобы изменить ситуацию, районные администрации увеличили количество рейдов. За последнюю неделю их провели 14. Сейчас мы подошли к такому этапу, когда игнорирование масочного режима просто недопустимо. Количество заболевших у нас увеличивается. Рейдовые мероприятия сейчас проводятся ежедневно по выявлению нарушений. И люди, я думаю, что прислушиваются уже к этому. И маски носят уже все. Как вы здесь заметили, что нарушители уже единицы. Не исключено, что люди стали надевать маски из-за огромных штрафов. Перспектива потерять от 1 до 30 тысяч рублей мало кого радует. А для юрлиц сумма просто гигантская. 300 тысяч рублей. Елена Сенкевич, Андрей Крупнов, Енисей. Новости. В Иландском с поезда сняли пьяного пассажира, который размахивал топором и угрожал проводникам. Об этом мы не только расскажем в блоке коротких новостей. В Иландском с поезда сняли агрессивного пассажира. 59-летний житель Бурятии изрядно принял на грудь и начал буянить. У смирителя сгоряченного мужчину попытались проводники, но тот разошелся еще больше. Начал ругаться матом, а затем и вовсе достал из багажа топор и принялся им размахивать. В дело вмешалась транспортная полиция. Они скрутили хулигана и доставили его в отделение на ближайшей станции. Сейчас он в дежурной части станции Ланска. Заведено уголовное дело за хулиганство. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С Нового года в Красноярске вырастет плата за детские сады. В мэрии поясняют, это плановый рост, он скорректирован по уровню инфляции. С января за пребывание детей в дошкольных учреждениях родителям придется платить на 3,5% больше. В среднем это около 60 рублей. Так для малыша до трех лет посещение детского сада будет стоить 1495 рублей, а для ребенка от трех до семи лет 1765 рублей. А в группах кратковременного пребывания 529 рублей на ребенка. В одной из высоток Красноярска девушка попыталась украсть коляску для двойняшек. Все записала подъездная камера наблюдения. Довольно большое устройство было припарковано на 11 этаже. Женщина спустилась с ним в лифте, но коляска оказалась слишком громоздкой. И выйти из подъезда незадачливой воровке не удалось. Какое-то время она металась между дверными проемами и в итоге бросила злополучную добычу на площадке, где ее и нашли хозяева. В полиции поясняют, что с заявлением к ним пока никто не обращался. Две несовершеннолетние девушки пострадали в ДТП в Красноярске. Молодой парень решил прокатить на Волге молодых подруг 14 и 16 лет. В итоге на улице Борисевича он не справился с управлением и влетел в дерево. А затем сбежал с места аварии, бросив своих пассажирок. Девушки получили серьезные травмы. Медиков вызывать им пришлось самим. Полицейские уже нашли виновника ДТП. Оказалось, что у него вообще нет прав. На него составили сразу пять административных протоколов. Енисейская Сибирь набирает обороты. В активной стадии уже 12 инвестиционных проектов. Все они будут воплощаться на территории края. А вот как продвигается их развитие, обсудили сегодня на Большом совещании под руководством губернатора Александра Уса. Один из главных тезисов. Несмотря на серьезные экономические вызовы и в регионе, и в стране в целом, основные цели комплекса масштабных инвестпроектов останутся неизменными. Все мы стали свидетелями и принятия закона о РИПах, который дает реальный старт целому комплексу проектов, достаточно хорошо проработанных. У нас началось строительство Васикогорского моста, который стал мостом, что называется, в будущего, для такого серьезного и интересного региона с огромным инвестиционным потенциалом. Там были конкретизированы планы и задачи по Таймыру. Одним словом, Енисейская Сибирь по-прежнему развивает или набирает, точнее, обороты. Отдельно обсуждался и вопрос присоединения Иркутской области к проектам Енисейской Сибири. Эта тема вышла на федеральный уровень. Кроме того, началась активная реализация сложной программы по добыче угля на Сарадосайском месторождении в арктической зоне края. Инвестиции компании-партнера составляют больше 40 миллиардов рублей. Предприятие уже подписало с краевым правительством соглашение о социально-экономическом партнерстве. Это не все достижения за этот год. К примеру, на федеральном уровне согласована заявка на создание в Красноярске особой экономической зоны. Эта зона будет создана на территории Красноярского металлургического завода. Уже шесть якорных резидентов подтвердили свои планы, реализовать там свои проекты на общую сумму около 29 миллиардов рублей. Что особенно важно, этот проект позволит нам создавать производство по переработке первичного алюминия, создавать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. И сегодня же Александр Рус провел совещание, главной темой которого стало социально-экономическое развитие Норильска. Это первый серьезный шаг в подготовке четырехстороннего соглашения между федеральными и краевыми властями компании Норники или администрации северного города. Речь в нем пойдет о развитии самых важных сфер, жилищно-коммунальной, социальной, а также научного потенциала и комфортной городской среды. Все подробности мы расскажем уже завтра в выпусках новостей. По улицам Енисейска разгуливают дикие лисы. Что их привело к людям, об этом далее в выпуске. Оформление садовых и жилых домов по дачной амнистии. Кадастровая служба Техплан. В магазине iHall большой выбор унтов из камуса оленя. Фабричное производство, высокое качество. Унты iHall. Пусть зима будет комфортной. ТК Квант, первый этаж. Усталость и раздражение глаз, головные боли. Это симптомы переизбытка вредного синего света, который излучает цифровые устройства. Позаботьтесь о здоровье ваших глаз. Японские очковые линзы Хоя с покрытием Blue Control. По выгодной цене за 2550 рублей. Оптика Давыдов. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Современная лазерная коррекция зрения. Новейшая методика Смайл. Более точная и менее травматичная. Только в Смайл-центре Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. Иди туда. Даже игрушки понимают, что важно для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. Первый всероссийский турнир по соло-керлинг в Красноярске. Новая дисциплина. Новая керлинг-арена. Новые впечатления. С 26 по 29 ноября на Острове Отдыха. Информация о турнире и прямых трансляциях в аккаунте Керлинг24 в Инстаграм. В Енисейске нашествие диких лис. Они свободно разгуливают по центру города и почти не боятся людей. Специалисты говорят, что из тайги зверей выгнал голод. Популяция выросла, а корма мало. Андрей Давыдов обо всем расскажет подробнее. По Енисейску гуляет леса. Рыжая лесная гостья не таясь разгуливает в самом центре Енисейска. В двух шагах от главной улицы и местной администрации. Прохожие успевают снимать таежную красавицу на свои телефоны. А лисичка как будто специально позирует и только спустя несколько минут скрывается в ближайшем дворе. Тамара Коробейникова говорит, первым рыжую гостью заметил ее супруг. А потом и они с дочкой стали любоваться симпатичным зверьком. Он говорит, что смотри, говорит, лису. Все фотографируют, на видео снимают. Ну и все, как бы, ну, тоже ближе подошли и сняли ее. Ну, красивая, пушистая. Пугливая маленькая. И все-таки непривычно видно, что она к людям. Это далеко не первый визит лисиц на улице старинного города. Вот эту красавицу сняли на набережной рядом с главным городским храмом и памятником основателям Енисейска. Чаще всего таежных обитателей видят вечером. Под покровом темноты зверек чувствует себя уверенным. Вот этот, например, решился подойти ближе к людям. По словам местных, лиса живет на территории военного городка. Эту лисицу частенько видят рядом с гаражами. Человека она практически не боится и даже иногда бегает за людьми, как домашняя собачка. Прямо перед машиной пробегает и спряталась от меня вон туда под гараж. Села там, глазенками позыркала. Я проехала, машину поставила, а потом она меня проводила до угла, совершенно не опасаясь. Красивая, пушистая лисичка. Интересно, любопытно, но страшно, говорит Лариса. Ведь лисицы – разносчики опасных заболеваний. И ветеринары с ней полностью согласны. Переносчиками могут быть не только лисы, но на нашей территории, конкретно, вот Инисейский район, Лисосибирский, ближайшие территории, это самый первейший источник заболеваний бешенством. Бешенство – это очень опасное вирусное заболевание. Что касаемо лис, который выходит к людям, неоднозначно можно сказать, если она живая, бегает, ищет еду, значит она, скорее всего, здорова. Но что будет с ней завтра, мы не знаем. Именно поэтому специалисты советуют не прикармливать диких лис, и тем более не пытаться погладить их или взять на руки. А чтобы избежать заражения домашних животных, им нужно обязательно поставить прививку. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Инисей, новости. Апартаменты для косолапых. В Красноярском парке «Флора и фауна» завершается строительство уникального комплекса для белых медведей. Такого нет ни в одном зоопарке в России. Состоит он из трех огромных вольеров. Как раз столько белых хищников сейчас в Ройвом ручье. В каждом из них есть глубокий бассейн, правда, пока без воды, вместительная берлога, горки и айсберги. Отличительная особенность нового комплекса – никаких железных клеток и решеток. Посетители смогут наблюдать за медведями через стекло или ров. Большинство смотровых панелей уже смонтированы. Часть из них надводные, еще восемь полностью подводные. Через них гости парка смогут увидеть то, что сейчас скрыто от глаз посетителей. Сегодня новые вольеры осмотрела и глава Красноярска Сергей Еремин. Это место будет уникальное. Это в Евразии единственный такой вольер. Больше таких вольеров для белых медведей в Евразии на континенте нет. Это уровень мирового. Вот что в Красноярске мы делаем. Мы расширяем среду обитания. То есть, конечно, это уже не те стандартные клетки, когда мы держим животных. А, конечно, ну посмотрите, это же уже не просто питомник, это космос. Изначально переселить косолапых в новые вольеры должны были в этом году. Однако из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть. Теперь новоселье Урсула, Феликс и Марфа будут отмечать только летом следующего года. Специалисты отмечают, с появлением такого комплекса в Красноярском парке начнут полноценное изучение белых медведей, занесенных в Красную книгу. Кроме того, Ройф Ручей станет опорным зоопарком для спасения, передержки содержания и размножения этих хищников. Праздник онлайн. Творческие коллективы Красноярска готовят вокально-танцевальные номера ко Дню Матери. В этом году из-за пандемии концерт состоится в новом для артистов формате. Как проходит подготовка, расскажем в сюжете. Генеральные прогоны сразу на сцену. Здесь, в культурном центре на Высотной, нет ни одного свободного зала. Юные артисты оттачивают номера даже в холле. Коллективы готовятся к одному из самых главных праздников осени – Дню Матери. Правда, в этом году посмотреть творческие номера мамы, тетушки и бабушки смогут только с экрана монитора. Концерт пройдет онлайн. Конечно, присутствует момент того, что со зрителем ты имеешь прямой контакт, у тебя есть эмоциональный откат, эмоциональная отдача от зрителя. Ты даешь ему эмоции, он тебе в обратную еще 250 раз сильнее. Поэтому, да, конечно, без зрителя очень тяжело. Но, несмотря на это, что зрители находятся за экраном, мы передаем плавленный примет и, естественно, свой мощный посыл позитива, любви и добра. Потому что у нас этого сейчас много, мы очень давно не пели. Несмотря на такой непривычный для артистов формат, программа онлайн-концерта, говорят организаторы, будет насыщенной, разноплановой, а в чем-то даже трогательной. И название уже есть. Мир начинается с мамы. В нем будут и мастер-классы, и челленджи, и разучивание колыбельной песни, и портреты мамочек, и фотоработы мам, которые нарисовали сами. И будут много в живых интервью с горожанами, с мамочками, которые будут говорить о том, как прекрасно быть мамой, тем самым повышать статус материнства. Посмотреть праздничную программу можно будет 29 ноября в 3 часа дня в социальных сетях учреждения или на странице сообщества «Окно в культуру». Екатерина Любима, Алексей Гусев, Енисей. Новости. И к этой минуте это все сообщения. В студии работала Яна Макаренко. До свидания. Прогноз погоды в Красноярском крае на пятницу 27 ноября представляет клиника лазерной хирургии «Варикоза.нет». При предъявлении пенсионного удостоверения скидка 10% на лазерную операцию. Варикоз – это необратимое заболевание. Его грозное осложнение – образование тромба. Удаление варикоза без разрезов, без наркоза. За 40 минут в клинике лазерной хирургии «Варикоза.нет». 205-45-01. В Туруханском районе на юге Таймыра и Фавенки преобладает облачность. На части территории пройдет снег. Ночью от минус 9 до минус 20 градусов. Днем от минус 4 до минус 14. В северной группе районов Красноярского края переменная облачность без осадков. Ночная температура до минус 19 градусов. Днем минус 12, минус 13. В восточной части региона небольшая облачность без осадков. Ночью до минус 20, после полудня до минус 15 градусов. В центральных районах Красноярского края преимущественно ясно осадков не ожидается. Ночью от минус 13 до минус 20 градусов. После полудня до минус 14. В западной группе небольшая облачность осадков не прогнозируют. Ночью до минус 18 градусов. В светлое время суток минус 10, минус 13. На юге Красноярского края переменная облачность без осадков. Ночью от минус 14 до минус 20 градусов. Днем минус 8, минус 12. Прогноз погоды в Красноярске представляет сеть аптек «Живика». «Живика» – гарантия низких цен. В Красноярске 27 ноября небольшая облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В темное время суток до минус 17. Днем до минус 11 градусов. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова